Всем привет, спасибо, что зашли ко мне в гости, и сегодня мы с вами будем тестировать новую косметику. Как всегда, сначала будут первые впечатления, после этого небольшой тест-драйв, и в конце я вернусь и поделюсь полноценными отзывами на все тестируемые продукты. Ну что, поехали? Кот. Тональная основа от Кевина Куан называется Foundation Balm. Я на самом деле удивилась, насколько этот новый тон действительно хайповым стал, я бы сказала. Я его сама не покупала, но я бы его купила обязательно. В комплекте с тоном шла кисточка, тон сделан в Италии, у меня оттенок Light FB 4.5. По нанесению я почитала нужно растягивающими движениями наносить, начиная с центра лица. На самом деле наносится лучше, чем я ожидала. Обычно такие сухие формулы на моей склонной к сухости коже, это все видно поверх кожи, обычно это оставляет разводы, делает мохнатое лицо. Здесь на самом деле я тоненький слой сделала и как будто я нанесла обычный тон, да, и у меня нет мохнатого сухого финиша на коже. Мне, если честно, хочется бьюти-блендером попробовать нанести. Конечно, не предполагается так, как кисточки специально для таких умных, как я, положили в комплект, но хочется просто посмотреть, что получится. Ой, очень-очень плотное нанесение получается. Боже мой, нет, бьюти-блендером вообще ужасно наносится. Мне хочется просто взять мою влоговую камеру и показать, насколько это ужасно. Видно, да, как сидит поверх кожи? Ух, жесть, конечно. Так, ну, ладно, понятно. Значит, что доказал Капитан Очевидность? Нефиг было придумывать свой способ нанесения. Делай ровно то, что написано. Во, прям вообще кистью проходишься и мгновенно разглаживается все. Мне, кстати, хочется сравнить с кистью Артиста, если честно. Еще одну вещь Капитан Очевидность доказал. Пользуйся чертовой кистью, когда она шла в комплекте и прекращай выдумывать всякую фигню. А так, я не скажу, что полное покрытие на самом деле. Это скорее, ну, наверное, среднее покрытие. Финиш, я бы сказала, скорее матовый. Да, действительно, у меня очень увлажняющая база была и даже что-то заматировано. Следующий шаг-консилер у меня новенький от Maybelline. Называется Super Stay Full Coverage Under Eye Concealer. Я взяла оттенок Light Medium 18. У меня, если честно, есть опасения, что он будет слишком темным. Если окажется так, то что мы будем с вами делать? Ой, посмотрите на него. Темненький, да, видно. В любом случае желтенькая сейчас кожа под глазами. Но, может быть, сейчас мы пудрой закрепим и она немножко высветлит все, что здесь происходит. Несмотря на то, что я покупала в магазине, у нас нет в магазинах пробников на масс-маркет. Под глазами закрепляем моей любимой пудрой RCMA, а для лица у нас будет другая новенькая пудра. Как ни странно, я насчет консилера тоже пока что, по крайней мере, не вижу полное покрытие. Сам он кремовый, хорошо распределяется и выровнял цвет кожи под глазами. Для лица у меня новенькая, новенькая для меня пудра. Вообще, на самом деле, это одна из самых стареньких, наверное. Makeup Revolution London, Baking Powder. Я уже даже не знаю, сколько лет я наблюдаю эту баночку на просторах Ютьюба. Вроде как, отзывы отличные на эту пудру. RCMA 3 унции здесь чуть больше одной. То есть, ну, примерно в три раза там больше. По цене, понятно, RCMA получается более выгодная. Так, понятно, это делать не нужно было. Я думала, что я первый и последний раз буду пудрить руки и ноги в видео, когда снимала обзор на тональник для ног от Ким Кардашья, но оказалось, что судьба меня настигла все-таки. Посмотрите на это, у меня все сейчас в пудре. Все в пудре. Аллилуйя, аллилуйя. Кисточка от Эльф. Да, вполне нормальная бюджетная пудра. Я не скажу, что она какая-то особенная, что она мне как-то поры разгладила. Или она, не знаю, какой-нибудь идеальный фидиш, когда вообще ничего незаметно сделала. Нет. Ну и ужасного тоже я ничего не вижу. Если бы у меня еще были не руки-крюки, все было бы вообще прекрасно. Ааа, нет, румяна, я забыла. Румяна у меня желейные от бренда Эльф. Джелли Поп называются. Мне кажется, они... Что? Почему? Как? Почему ты там сидишь? Как тебя достать? Что? Я не понимаю. Приклеены они там на клей, представляете? Кто? Кто додумался на клей приклеить? Так вот они выглядят. Даже не знаю, стоит наносить поверх закрепленного тона. На самом деле, это такие полу-румяна, полу-хайлайтер. Давайте, наверное, бьюти-блендером рискнем. Что за жизнь без риска, правильно? Они на самом деле влажные. Я вот нанесла их, что-то они до сих пор мокренькие. Легкий-рыженький оттенок и сияние. Пичи-поп, кстати, называется. Пахнет сладкая свежесть. Интересно, чем должны... Арбузом! Вот! Господи, сладкая свежесть. Да, спасибо. Давайте, пока румяна закрепляются, я бровушки нарисую. У меня новый карандашик для бровей от Hourglass. Называется Arch Brow Microsculpting Pencil. Оттенок я выбрала Soft Brunette. Не стала брать очень темный пепельный цвет. Здесь с одной стороны щеточка и с другой. Я постараюсь сюда картинку вставить, как выглядит сам карандашик, потому что он настолько маленький. Я не думаю, что у меня даже камера есть, которая смогла бы запечатлеть. Он стоит на самом деле 28 долларов. Конечно, такие деньги за карандаш для бровей, но я падкая до Hourglass, если честно. Ух ты, как на самом деле натурально получается. Действительно, мой любимый вид карандашей, когда они не жирные линии рисуют, когда очень натуральный результат получается. Я на самом деле пока что думаю, что больше всего мне напоминает Dior Show от Dior. Три тысячных унции продукта, а здесь сколько? Одна тысячная. Hourglass, я так стараюсь какую-нибудь хотя бы дать тебе причину, почему ты таких денег стоишь. Dior продуктов в три раза больше. Hourglass, что ты творишь со мной? Сделан в Корее, Dior сделан в Японии. Да, мне на самом деле кажется, он даже менее кремовый, чем Dior. Я вот вторую бровь сейчас нарисовала. Так, съедем дальше. Давайте, наверное, тенями займемся. У меня палетка теней от Анастасии Бейверли Хиллс в коллаборации с Джеки Айной. Я понимаю, что палетка очень спорная. Я всегда только за, когда покупатель, выбирая косметику, что приобрести, принимает во внимание какие-то свои внутренние убеждения. Это замечательно, когда человек не просто бездумно, да, скупает всё подряд, сказала я, но со мной, как пример, да, Джеффри Стар. Когда он сейчас в Литуаль, да, приходит в Россию, я уверена, что сейчас из каждого телевизора вы будете слушать про Джеффри Стар, потому что вот, повторюсь, бренд приходит в Россию официально, ну как он был в пудре раньше, но Литуаль, я думаю, замечательно будет стараться, чтобы побольше там пиара разослать. Так что будет бренд Джеффри Стар очень популярный в ближайшее время, но я не планирую его покупать. Я уже ранее говорила, что до весны 2020, да, следующего года, это исключительно моя заморочка. Я замечательно, спокойно об этом рассказываю, но я всегда говорю, что выбор внутри каждого человека хочется. Пожалуйста, кому-то вообще не важно, кто-то куда Джеффри, господи, какая разница, кто продукт сделает. Дуй, покупай, если он хороший, это тоже позиция, и она тоже заслуживает уважения. Что же касается Джеки Айне, это, несомненно, скандальный человек на американском ютюбе, но скандальных людей на американском ютюбе многих раздражает Джеки просто из-за, ну, своей личности, да, как она там, Джеки, 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 все эти песни. И здесь, мне кажется, то же самое, что было с Лорой Ли, когда человек не нравился просто вот сам. Это нормально, да, мы все люди, кому-то может не нравиться один человек, нравится другой. Такие вещи, да, что она продажный блогер и что она любит там поругаться и покричать. Ну, простите, половина американского ютюба действительно тоже любит поругаться и покричать, и про продажность у меня куча видео на канале. Так что я стараюсь подойти хладнокровно и объективно, да, что человек сделал-то плохого. И если этот обзор будет полезным для тех, кто не собирается бойкотировать этот коллаб, то я буду безумно рада, и это как раз-таки является моей целью. В качестве базы использую Nars. Начинаю, естественно, с розового оттенка. Вообще, кстати, что касается оттенков, Нарвина сказала, что здесь все цвета новые, но у них в каждой палетке цвета новые, и я могу, ну, таких вот темно-коричневых, как Кредит, у меня, наверное, в трех есть. В Modern Renaissance, в Soft Glam. Я вижу, что здесь есть новые цвета, в частности Sponsored. Кстати, еще одна квитика палетки, название оттенков. Немножко спорные они на самом деле. Джеки Айна, мне кажется, маленько потроллила своих подписчиков названиями здесь. Далее Pinker. На подвижное веко нанесу красную сияшечку. Кисть у меня, кстати, от Beauty Bay, Hide and Sleek. И на центр светлый шиммер салей. На нижнее веко Ginger. Я стараюсь максимальное количество оттенков протестировать. Чуть-чуть добавлю розовый. И темно-коричневый на внешнем уголочке. Тушь у меня от Tarte, называется Gifted. Ни разу еще не пробовала ее. Что касается теней, я на самом деле не заметила большую разницу с тенями от Anastasia Beverly Hills. Что у меня есть, что мне нравится. Все чудесно, шикарно растушевывается. Чуть-чуть пыльненькие тени. Но даже близко не самые пыльные, что когда-либо были за всю историю у Anastasia Beverly Hills. Если вы понимаете, о чем я. Мне пока что качество понравилось. Я вижу тени от бренда, который делает одну из самых моих любимых формул. Бронзер нанесу от Maybelline. Называется City Bronzer. Оттенок 100. Мне нравится нанесение. Мне нравится, что он не очень пигментированный. Очень мягко растушевывается. Но цвет, конечно, вообще он какой-то рыжий-оливковый. И у меня таких цветов, на самом деле, в моем подтоне натуральном не очень-то и много. И дополнительно к этому с моим макияжем глаз, конечно, этот цвет вообще не дружит. Смотрите, он уже какой-то желто-зеленый, правда. Странно, что я не заметила, когда покупала. Ну ладно, я думаю, у меня сейчас настроение резко улучшится. Потому что хайлайтер у меня от Wet n Wild. Рассыпушечка. Я обожаю мега-глоу-однушки обычные. И эта рассыпушка называется I'm So Late. Я когда его свочила, я просто лапки откинула и балдела. Действительно, как он очень красивый. Кисточку новую взяла. Это Luxie 737. Мне пришла в бьюти-боксе Look Fantastic за август. О, боже, посмотрите, какой он. Сейчас как нарисую себе хайлайтер. Я уже в предвкушении. Да-да-да. Ой, это ли мне косметическое счастье, правда. О, боже мой. Wet n Wild. Wet n Wild. Хороший бренд. Что ж они так? Помада у нас еще осталась у меня от Pet Magret. Называется Blitz Trans оттенок 136 Skin Sane. Я эту помаду сама не покупала. Мне ее прислали на обзор Pet Magret. Очень красивый пыльно-розовый цвет. Я прям смотрю на него и душа радуется. Запаха нет у помады. Она тяжеленькая. Здесь все блестит. Переливается. Красота, конечно, несусветная. Pet Magret прямо люкс-люксович. Сделана в США, кстати. Ух ты, ничего себе, какой цвет интересный. На самом деле, я вот не вижу этого. Я на губах смотрю. У меня даже на камеру это не видно. Розовый и как будто есть светлый розово-голубоватый. Ну, не перелив даже, а как будто сияние. Не банальный цвет. Так она кремовая, легко нанеслась. Не нужно давить ни вкуса, ни запаха. Да, по нанесению мне нравится, конечно. Вот что-то такое у меня получилось. Я, возможно, ресницы еще наклею. Мне нужно сегодня еще два видео снять. Так что я пойду сейчас заниматься своими делами. Вечером обязательно вернусь. Посмотрим, как весь мой макияж продержался. Итак, делаю вечерний check-in. Я на самом деле сегодня три видео сняла. Я уеду просто скоро, поэтому заранее снимаю, чтобы у меня видео на канале в любом случае выходили постоянно, чтобы не было перерывов. Мне на самом деле все, наверное, нравится, кроме тона. Тон немножко странный. Наверное, так вот не видно на камеру. Он у меня как-то то ли дырки вскрылись, как будто немножко потерли сверху и просматривается моя кожа. Но вроде бы тон сидит на месте. И что я еще заметила? Я иногда, когда снимаю видео, у меня начинает тон отходить, потому что здесь очень жарко, свет. Я даже, видно, да, немножко влажная женщина сейчас. У меня иногда начинает тон отходить. Видите, я поправляю и, как правило, все, ну, разравнивается, если бьюти-блендером пройти с этим тоном. Лучше всего, опять же, этой кистью залезть в тон и сверху нанести чуть-чуть, потому что бьюти-блендер как раз начинает приподнимать. Очень хочу помаду похвалить от Pat McGrath. Прям безумно нравится. Губы увлажненные, она держится на мне хорошо. Хайлайтер божественной красоты сияет, приливается румяной. Я даже не знаю, видно их еще или нет. А так тени замечательно держатся, все с ними чудесно. Брови, тушь тоже, все остальное хорошо. Всем привет, я извиняюсь за мои волосюшечки. Я поехала на маникюр, у меня на самом деле ногти уже очень отросли, и я хочу сделать перерыв с гелевого лака. Перейду на обычный, я так периодически делаю, чтобы немножко ногти отдохнули. Меня вообще просили рассказать про маникюр в Америке. Здесь найти хорошего мастера, это просто вот на вес золота, действительно. Я когда сюда переехала, впервые пошла на маникюр, мне сделали. Я такая сижу, смотрю, о боже мой, что это вообще? Мне показалось, что это просто шутка. Вот действительно настолько ужасно сделали. Там лак весь был криво нанесен, как будто, я не знаю, ну шестилетка действительно ногти красила. Это просто ужас был. Я такая смотрю, и я понимаю, что они серьезно, что вот здесь действительно так делают. Мне, наверное, понадобилось, ну год, может быть, я точно уже не помню, но вот год минимум я искала, ходила в разные места, и один раз мне повезло найти мастера, который очень классно делает, девушка из Вьетнама. Вот, ну еще хотела показать мой макияж панды. Я использовала фиолетовые оттенки из палетки Анастазии с Джеки Айной, и мне фиолетовый на самом деле показался намного лучше того, что был в, господи, Ривьера или где-то. Я уже запуталась у этих палеток сейчас, палетка на палетке сидит и палеткой погоняет. В общем, хорошие фиолетовые оттенки мне понравились, на удивление фиолетовые, сложно сделать качественные. И про тон хотелось сделать небольшой апдейт от Кевина Куан. Я сегодня нанесла на свой увлажняющий крем-базу от Hourglass, и просто настолько шикарно действительно нанесся тон. Так, давайте устроим небольшую традиционную распаковку. Это заказ с сайта американского Alta. У них были хорошие скидки, я уже давно планировала купить эту палетку Nabla, называется Secret. Так вот она выглядит внутри, мне кажется, это может стать неплохой базовой палеткой с нюансами. Вот, то есть здесь есть базовый коричневый, причем интересные оттенки. Вот смотрю, коричневый, не банальный, мне кажется, цвет, да, с легкой розовинкой, ну и голубенький, да, чтобы поэкспериментировать. Не знаю, если честно, когда смогу тестировать, начать. У меня сейчас, на самом деле, довольно много палеток теней новых, я хотела начать, если честно, с Lime Crime Venus XL 2. Вот она у меня, наверное, следующая на очереди, но это обязательно тоже в ближайшее время у меня руки дойдут до нее. Также я заказала сайта Sephora американской, это карандаш от Fenty Beauty для бровей новый. Здесь должна быть какая-то очень интересная щеточка. Боже мой, посмотрите на эту милоту. Еще у меня здесь новый хайлайтер от Wet n Wild, розоватый цвет. Мне кажется, у меня еще нет Wet n Wild похожего оттенка, вот именно с такой яркой, заметной розовинкой. Это вообще, конечно, смешная коробка. Если вы смотрите мои антипокупки, то я там показывала как раз эту коллекцию от Bare Minerals. Ее рекламирует Хейли Бибер, жена Джастина Бибера. Ой, как же я обожаю, когда мне что-нибудь присылают из моих антипокупок. Я вроде как не сама купила, да, но с другой стороны, наверное, интересно, да, будет попробовать. Что-то румяно-таки масенький, малюсенький-малюсенький. Да, ну это однозначно, конечно, мини-версия. И палетку давайте посмотрим. У них там две этих палетки, мне они положили оттенок Dusk, называется. Боже мой, как это странно. Действительно, как будто влажная тенюшка. Ну, спасибо, конечно, Bare Minerals я бы сама не купила однозначно. Но раз уж есть, почему бы не протестировать, правильно? И от Beauty Bay мне вот буквально сегодня утром приехала коробочка. Это их коллаборация с блогером М-М-М-М-М-Митчелл. Мне на самом деле даже комментарии писали, чтобы я протестировала эту палетку. Такс, М-М-М-М-Митчелл, вау, что себе. Такс, это с одной стороны здесь зеркало, насколько я помню, да. И с другой стороны более холодные оттенки. Насколько я понимаю, эта палетка у них поступает в продажу первого сентября. Вот, сейчас август на самом деле, но к тому моменту, как я буду выкладывать это видео, эта палетка уже, наверное, будет продаваться. Вот, так что я начну её тестировать, постараюсь поскорее. Сегодня такой классный день, мы решили выйти погулять, покататься на нашем юницикле. Здесь эти штуки одно время были популярны, наверное, ну вот года 2-3 назад, я точно не уверена. Я мужу обычно стараюсь на дни рождения дарить что-нибудь из современных технологий, он увлекается всем этим делом для взрослых игрушки. И, боже мой, это очень странно звучит, но, в общем, я вот, мне кажется, ему года, наверное, может быть, 3 назад дарила как раз этот юницикл. Вот, мы периодически выходим, катаемся на нём. Я, кстати, как только мы купили, очень больно упала и подвернула ногу, и не каталась, наверное, месяца 2-3. Я, на самом деле, даже ходить не могла, но это было давно, я уже сейчас научилась. Потом я ему через год, мне кажется, подарила Nintendo Switch, это что-то типа игровой приставки. Вот только когда они вышли, я помню, как я здесь носилась по всей Кремниевой долине, пыталась найти, где бы купить, потому что их раскупали просто. Вот они появлялись буквально за полдня уже их нет нигде. Я вообще не сказать, что любитель игр компьютерных, но даже я вот играла на этом Nintendo Switch, Zelda, Zelda вот называется. И вот на последний день рождения я ему подарила Oculus Quest, называется. Это очки виртуальной реальности. И с такими штуками их нужно в руки брать, и там куча вообще всяких разных игр. Так что, если вам было бы интересно, обязательно напишите ниже, я в каком-нибудь влоге могу показать, как эта штука работает, как это выглядит. Про тональник от Mark Jacobs хочу сказать ещё пару слов. Я вот тестирую уже сколько дней, я выяснила, что лучше всего он работает, когда кожа отшелушена. Я сейчас в результате пользуюсь пилинг от Amor Pacific, рассыпчатый. Рисовый он, возможно, нет, рисовый от Tatcha. Возможно, там энзимы папайи, вот, точно. Пилинг делаю, чтобы кожа была максимально ровненькая, тогда он замечательно наносится, гладенькая, не торчат вот так вот шматки кожи. И что было в первый день, когда он как-то странно поверх кожи сидел, такого уже нет. Ну и, конечно, чтобы кожа была не очень увлажнённая. Ладно, я что-то разболталась, пойду мужа искать, он где-то здесь катается. И так, переходим к концу. Я, на самом деле, разделила всё на три группы. В первой группе прям самое классное, что мне больше всего понравилось, у меня, по большому счёту, даже замечаний нет. А вторая группа, есть кое-что, к чему можно прикопаться. Вот, и в третьей группе, на самом деле, один продукт мне не понравился. Давайте, наверное, начнём с хорошего. И на первое место я, как ни странно, поставлю помаду от Pet Magret. Чуть ли не первый продукт для губ от Pet, который мне действительно понравился. У меня были матовые помады, они мне сушат губы. У меня были бальзамчики лёгкие. Они локально увлажняют, но в течение дня их желательно добавляют. Также у меня блески ещё есть. Блески тоже нормальные, но без особых восторгов. Эта помада, на самом деле, действительно классная. Во-первых, мне нравится финиш. Это не матовая помада, она кремовая, но она не слишком влажная. И на губах она даёт лёгкий, даже это не перелив, какое-то подсвечивание, лёгкое сияние. Возможно, как будто очень-очень-очень невероятно мелкий перламутр. И скорее в полуматовый финиш. Она уходит в течение дня. Короче, реально классная штука. Также мне понравилась палетка от Настазии Беверли Хилл с Джеки Айной. На самом деле здесь такое же хорошее качество, как и у других палеток теней от Настазии. Формула примерно как в Soft Glam. Все матовые здесь классные, пигментированные. Они растушевываются хорошо. Чуть-чуть пыльненькие, как и другие матовые тени от Настазии Беверли Хилл. Но зато у них непрозрачная пигментация. Дыры при растушевке не открываются. Что касается шиммеров, здесь на самом деле две формулы. Здесь есть шиммер. Вот этот, в частности, цвет светленький. Та же самая формула, что в Modern Renis она с такой мягкой, сам на кисть перепрыгивает. Вот эти вот оттенки и вот этот золотой тоже. Как будто вот из, ну не из отдельных кусочков состоят. Но я когда кистью вот этот вот оттенок набирала, он мне так жик немножко съехал. То есть очень плотная формула, густая. Они могут чуть-чуть осыпаться, если их кистью наносить. Я поэтому пальцами наношу. Палетка по качеству хорошая. Что касается оттенков, я бы, если честно, сюда хотела бы добавить что-то посветлее. Но я более чем понимаю, что эта палетка сделана в коллаборации с темнокожим блогером. И понятно, что очень светлые оттенки, да, могут в мел, во-первых, уходить на темных цветах кожи. И, во-вторых, ну их может быть просто-напросто не видно. Я бы так сказала. Вот если вам, и это в целом касается, наверное, подавляющего большинства последних палеток. От Настази Беверли Хилл с 14 оттенков. Я бы вот какую из них выбрать исключительно по цветам. Вот я бы посмотрела с вочи, я бы посмотрела на оттенки, как часто вы бы пользовались. Мне, если честно, здесь не хватает прохладных цветов. То есть вот эти вот довольно теплые, да, я смешиваю с фиолетовыми. И вот у меня что-то такое получается. Мне нравится такая вот комбинация. Но именно если вы ищете, скорее, ежедневную палетку, то, наверное, не сюда вот. Ну, либо если вы теплые, очень любите, спонсор оттенок. Очень красивый дуахром. Это коричнево-красный с зеленым переливом. Известный дуахром, и здесь он замечательно выполнен. Палетка сейчас имеет статус лимитированной. Я еще, мне кажется, не сказала в самом начале. 0,7 грамма теней здесь в каждом рефиле. И тени, и пигменты сделаны в США. И еще у меня в самом топчике хайлайтер от Wet n Wild. Оттенок называется I'm So Lit. Это на самом деле лимитка. Насколько я понимаю, я даже не знаю, где ее можно достать. Я, как всегда, увидела в магазине, схватила. А потом смотрю на Beauty Bay, у них там даже нет их. Ну, возможно, они, конечно, позже появятся. Если вы увидите, если вы любите рассыпчатые хайлайтеры, то да, здесь нет крупных блесток. Замечательно наносится. Очень красивый перелив дает. Единственное, ну, понятно, рассыпчатый хайлайтер своя особенность, что лучше кисточкой стряхивать, да, а то можно сразу очень жирно нанести. Так, следующая категория. Вроде да, вроде бы понравились, но самыми-самыми фаворитами я, наверное, не назову. По той или иной причине. Но, наверное, вот тон, да, новый, Foundation Balm называется от Кевина Куанну. Спасибо им, что они добавили кисть, потому что без этой кисти. Я бы попробовала Beauty Blender, я бы попробовала кистью Artis и решила, что нет, как говняшка на палочке. Самое главное преимущество этого тона относительно, ну, чуть ли действительно не всех остальных, что есть у меня в коллекции. Он нереально матовый. Он настолько матовый, что я даже пудру перестала носить вообще. И нормально он у меня выглядит на коже, то есть не жирный финиш. Я еще экспериментировала с базами разными. И на очень увлажняющие кремы, да, чтобы как-то эту матовость немножко сбавить. В случае, если у вас кожа, к примеру, сухая, на увлажняющие базы мне не очень нравится, как ложится. Так что, если у вас сухая кожа, то этот тон, наверное, не для вас. А так, конечно, мне здесь очень понравилось, что я могу носить без пудры вообще. Покрытие здесь хорошее, то есть у меня все перекрывается. Мне тон понравился, но, к сожалению, если вот смотреть вблизи, то немножко видно, что у меня на коже что-то нанесено. Так что, если это важно для вас, я бы, наверное, не стала. Я думаю, что я буду для видео пользоваться чаще, потому что у меня здесь свет постоянно морда потеет. Какой он матовый, как он долго на мне матовым остается. Просто супер. Так, мне бронзер понравился, на самом деле, от Maybelline. Называется City Bronzer. И чуть ли не единственный, действительно, недостаток в моих глазах. Это цвет оливковый. И он инородно как-то смотрит со мной на лице. Я схожу в магазин, посмотрю, может быть, какой-нибудь другой себе цвет возьму. Но здесь хорошая формула. Он не слишком пигментированный. Он мягко наносится, равномерно распределяется. И он даже держится неплохо. Ой, Hourglass. Hourglass, Hourglass. Карандашик их новый. Они выпустили толстенький, да, карандашик. И тоненький. Вот у меня как раз тонкий вариант. Мне он понравился. Он относится, знаете, к карандашам слабо пигментированным. И кому-то это понравится, кому-то нет. Кто-то скажет, что ни черта они не рисуют, да. Нужно сидеть вот так вот по одному и тому же месту. Вводить, а кто-то другое скажет, что это удобно, потому что им очень сложно переборщить. Мне нравится такой карандаш. Мне в целом нравятся карандаши не очень пигментированные. Возможно, чуть больше я бы сама предпочла пигментации, чем здесь исключительно, потому что карандаши для бровей имеют свойство терять пигментацию со временем. Ну, я надеюсь, что здесь этого не будет. Но вот сейчас какой он? Мне, да, мне он нравится. Меня бесит, если честно, здесь количество продукта, но я вот им попользовалась. И у меня есть надежда. Надежда, что может быть, потому что он тверденький, и очень мало нужно, чтобы получить результат. Может быть, его хватит надолго, но, конечно, то количество продукта, что здесь, это просто оскорбление, действительно, это неприлично. Так, далее пудра от Makeup Revolution. На самом деле, это у них очень популярный продукт. Мне здесь не нравится то же самое, что мне не нравится в другой пудре. Не буду там доставать копаться. Она имеет легкий запах. Вот этот вот характерный палеток Morphe, мы их называем. А так, она сама по себе нормальная. Она мне нравится. Она мне не делает какой-то очень плотный слой макияж на лице. Я ее пробовала и с другими, тоже тональными основами. Она сама по себе хорошая. Да, но мне все-таки, вот если выбирать, мне, наверное, Arcee May Boyce нравится. Далее, у меня в этой группе консилер Super Stay от Maybelline. Формула хорошая. Он кремовый. Здесь хорошая пигментация. Он равномерно распределяется. Если пудрить закрепить, то он неплохо держится. В целом, мне кажется, это хороший, надежный, качественный консилер. В нем нет чего-то, чтобы его ставило прямо на самую вершину в моем консилерном рейтинге, но это однозначно достойный представитель консилерного семейства. И, ну вот, кроме того, что я оттенок неправильный выбрала для себя, я не скажу, что здесь есть какие-то огромные недостатки. И еще тушь, наверное, в этой категории можно упомянуть от бренда Tarte. Называется Gifted. Хорошая тушь, нормальная, пушистая щеточка. Немного удлиняет, немного передает объем. Не делает мне паучьи лапы. Но мне вот, к примеру, на каждый день Roller Lash от Benefit больше нравится. Она более длинненькая, мне делает ресницы. Ну и продукт из последней группы. Единственный обитатель последней группы это румяна от Elf Jelly Pop. Румяна, почему здесь ушки зайчик? Потому что, ну, в моих глазах здесь, конечно, румяна не так-то уж и много. Оттенок они практически не дают. Это скорее нечто, дающее рыжий перелив. Я именно предпочитаю, если румяна, то чтобы там хоть чуть-чуть была оттенка. Да, если хайлайтер, то не слишком темный. Вот, в моих глазах это что-то среднее и не то, и не другое. Но запах приятный, арбузиком пахнет. А на сегодня это все. Я надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Ставьте пальчик вверх, если оно вам понравилось. И обязательно пишите ниже, пробовали ли вы что-либо из моих новинок или же вам захотелось что-нибудь приобрести. Спасибо вам большое за ваши лайки, за ваши комментарии. И увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok